Финал федерального инновационного конкурса «Точки роста 2021» состоялся 3 октября в Москве. Первое и второе места заняли наши земляки. Первый этап конкурса прошел весной этого года в заочном формате. Участникам было необходимо направить заявку, презентацию и доклады. И уже в августе стало известно, кто примет участие в финале конкурса. В конкурсе принимали участие предприятия из разных регионов страны. Красноярского края, Новосибирской области, Республики Бурятия, Ростовской области, Приморского края, Тюменской и Волгоградской областей. Первое место занял студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Мой проект заключается в насыщении бором и алюминием поверхностного слоя штамповой оснастки. Она используется для штамповки изделий. Сама штамповая оснастка часто выходит из строя. Есть некоторые, которые выходят из строя вообще за две смены рабочие. Наш проект направлен на повышение износостойкости штамповой оснастки примерно в 2-2,5 раза. Второе место занял проект Улан-Уденского локомотива вагоноремонтного завода. Мы представляли проект на конкурсе «Точки роста» оптимизация работ при ремонте боковых оконных блоков с системой датчика обогрева на электровозок серии 2,3 и 5К. В финале приняли участие 8 проектов с разных уголков страны. Это сотрудники 8 заводов группы компаний «Локотех». Проект Улан-Уденского ЛВРЗ отвечает многим требованиям. Экономичен и оптимизирует работу вагонокузовного цеха. Цель проекта – снижение материалоемкости, то есть приобретение материалов по минимальной цене, но эффективно использовать в ремонте локомотивов. Зачастую локомотивы отправляются на ремонт в связи с неполадками термодатчика на окнах кабины. Ранее приходилось менять целый оконный блок, что являлось трудозатратным и неэкономичным процессом. Сейчас же замене подлежит только стекло с термодатчиком, а сам оконный блок остается на месте. Стоимость оконного блока составляет порядка 111 тысяч рублей, а стекло – 20 тысяч. Налицо видна экономическая выгода от данного проекта. Подвели итог, посчитали, и вот с 2020 года, буквально за 4 месяца, у нас получился экономический эффект порядка где-то около полутора миллионов. Но мы не остановились на достигнутом, мы сделали еще одну крупную партию на вот этот текущий 2021 год операцию. И в данный момент вот по августу месяцу мы подвели экономический эффект, он составил порядка где-то около 6 миллионов. Благодаря проекту произошло сокращение времени на ремонт стекол. Раньше же приходилось менять целиком блок, затрачивалось примерно 4-5 часов по времени. А по замене просто стекла, не снимая блок, сократилось до полтора часа времени. На деле ремонт выглядит следующим образом. Снимается только вот эта часть блока, с серединки и сюда вот. Снимается вот эта часть, одна. Весь целиком блок, вот этот весь, он не трогается. Не форточка, снимается только вот эта часть. Сокращение времени ремонта не только увеличивает эффективность работы сотрудников ЛВРЗ, но также облегчает им труд. Этот блок мы меняли как вдвоем, вдвоем. Один откручит, а другой там стоит, подает, держит. Вдвоем заводили эти блоки. Тяжело, да, сложновато, он сам тяжелый себе. А сейчас может поменять один человек. Двоих уже не надо. Благодаря конкурсу вся группа филиалов акционерного общества «Желдор Римаш» познакомилась с новой технологией. Теперь осваивать новую методику ремонта термодатчиков с заменой лишь стекла, а не всего оконного блока, можно попробовать на Ярославльском, Челябинском и других заводах. Предприятие гордится своими работниками.